привет друзья я приехал с выставки взял сегодня немножко корма и хочу поделиться с вами интересной информацией по поводу того как определить какой корм мы даем допустим кто берет зоомагазинах кто берет на рынках кто берет может быть где-то в хозяйствах но как определить простым способом цвело зерно не цвело зерно хорошее или плохое в общем сейчас все по порядку объясню друзья нам для определения качества корма понадобится кружка банка чайник с кипятком я заранее заготовил такое блюдце будем накрывать банку и собственно само зерно на мой взгляд это сегодня очень актуальная тема потому что сейчас потому что сейчас такое время года что новые корма еще не готовы некоторые культуры даже нам еще в поле на колосе допустим тоже проса а вот корма убраны год назад лежали на складе возможно там были мыши возможно там были крысы ну сырость гниль грибок цвель то есть очень много факторов которые могут испортить наш корм и так когда вы откроете коробку кстати я купил сафор сейчас расскажу зачем я его купил и так ребята когда вы откроете коробку принесли из зоомагазина вы ее сразу нюхаете прям вот коробку открываете у меня пакет а вы как бы коробку открываете нюхаете там какой будет запах если там ничего не понятно то вы просто берете значит смотрите как определить цвело и зерно или не цвело и ну корм берем зерна немножко высыпаем в банку вот высыпали допустим там на палец затем берем живой кипяток вот я приготовил кипяток пар идет ну ладно не в этом так заливаем только осторожно чтобы банка ваша не треснула заливаем чтобы все это дело погрузилась можно вот так сделать если что-то там не тонет вот заливаем кипятком чтобы только банка не треснула закрываем блюдцем или крышечкой какой какой-нибудь вот закрываем и вот так в кипятке запарено зерно держим примерно минут пять-сем да пока зерно запаривается скажу вам вот обратите внимание есть еще такой способ вот что-то всплыло что-то утонуло но это не прям сто процентов вот допустим что всплыло плохое а что утонуло хорошая допустим в это время года когда уже зерно почти год без малого пролежала на складе оно возможно высохла сердцевинка высохла то есть ему надо напитаться и она обязательно упадет обычно вот ну возьмем допустим овес он в принципе не тонет сразу кукуруза да то тонет в основном сразу пшеница тонет сразу проса кстати тоже некоторые тонут в основном хорошая проса тонет сразу плохая шелуха пустая то не тонет в принципе не сразу не потом ну то есть в общем особенности зерна это как бы сейчас уже дело пято я не за это хочу сказать в общем сейчас мы проверяем корм на цвелость потому что очень распространено аспергиллез это грибок который поражает зерно на колосе это это часто встречается во все ну и в сафлоре тоже кстати я взял сафлор для того чтобы его проращивать поскольку эта культура масляничная вот так выглядит сафлор еще хочу обратить ваше внимание вот смотрите здесь попадаются всякие цвелые зернышки вот допустим слиплась прям слиплась надо сразу выкинуть вот непонятно что может быть здесь и есть грибок в общем а вот смотрите вот здесь вот такое зерно встретилось видите лопнутая там прелая непрелая то есть это может птица съесть и отравиться а поскольку лечение птичье у нас дорого вот пожалуйста вот прям в плей видите в цвелое зерно вот зацвелое зерно мы это все выкидываем ну смысле попадается плохое ну если большим количеством кормить то что-то мы можем и не и не увидеть поэтому вот пожалуйста еще порченое зерно и так друзья здесь мы запариваем и когда наше зерно настоится в течение пяти семи минут ну будем считать что наша уже настоялась мы открываем крышку и только аккуратно будьте осторожны потому что пар горячий пар можете ожечь нос ну или лицо в общем имейте ввиду что надо аккуратно то есть вы открываете крышку и нюхаете чем пахнет вот так возьмем сейчас я понюхаю но запах запах я вам скажу хороший запах мокрого сена то есть это мокрая шелуха корма если допустим просто заварить также кипятком будет пахнуть этой пшенной кашей свежей а прогоршая будет пахнуть плесенью в общем вот так в кипятке горячая вода очень сильно открывает раскрывает запахи цвелости то есть вы сразу почувствуете запах цвели ну или прогоршего зерна я думаю вы уже сталкивались где-нибудь такой запах знаете допустим возьмите на кухне банку закройте на ну год-два она постоит и будет также пахнуть плохо ну в принципе в жару сейчас зерно быстро портится когда она очищена ну это для эксперимента можете понять итак друзья вот таким вот нехитрым способом вы легко и просто убережете своих питомцев от цвелого корма ну это вот такое подручное значит по поводу цвелого корма мы с вами определились так еще есть второй другой метод но он немножко отличается от этого метода вы берете небольшую горсть зерна и заливайте уже не кипяченой водой не кипятком а заливайте холодной водой заливайте холодной водой у вас стоит примерно день ну пускай ночь у вас стоит зерно потом вы воду сливаете ставите в прохладное место в тенек и через сутки полоскаете потом снова через сутки полоскаете и смотрите какое зерно у вас прорастет если у вас проросло все зерно, значит вы купили отличный, замечательный корм, который достоин кормлению вашей птицы понимаете, если зерно не взойдет значит зерно мертвое значит такое зерно в питание вашему питомцу на корм вашему питомцу не подходит, вот я вам еще раз показываю я купил сафор культура масляничная в большом количестве ее не рекомендуется потому что птица может зажиреть подходит этот корм и розелам и кореям, в общем всем попугаем канарейкам и щеглам канарейкам и щеглам будем проращивать потому что, ну я и попугаем буду проращивать, значит это зерно полезно тем, что еще его очень важно и нужно давать во время линьки потому как оно содержит ряд полезных витамин, которые способствуют набору цвета вашей птицы в общем если хотите, чтобы у вашей птицы был хороший окрас, насыщенный, яркий любой, то ли зеленый, синий, красный, желтый любой, то он будет насыщенный от сафлора друзья, не забудьте подписаться на канал до скорой встречи, всем пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...